Если я еду к мужу с его разрешения, считается ли, что я в сафаре? Как-то коротко и непонятно, что она имеет в виду. Если она имеет в виду, что без Махрама сафар идет. С одного города, например, в другой. Да, в другой город. Вот такая ситуация. Муж в другом городе живет, и к нему она идет. С его разрешением. С его разрешением. Вот этот сафар, без Махрама же запрещено, харам. И шафииты говорят, и многие другие тоже есть ученые, которые говорят. Если сафар харамный, там то, что Аллах дал облегчение, спадает, их не разрешено. Например, без Махрама сафар делаешь, значит, этим сафар нельзя сокращать намаз. Это шафииты так говорят. И совмещают. И совмещают, сокращают. И также, например, без Махрама, или человек идет вороват в другой город. Харамный сафар. Этим сафар нельзя сокращать это мнение шафиитов. Есть другое мнение. Это более рады, более сильный, говорит, Ибн Каим, тоже рахма Аллах, что любом сафаре можно сокращать. Я имею в виду, хоть это харамный сафар, за харамный сафар она, или он получит свое наказание, или же грех, запишется ему грех. А то, что Аллах дал облегчение, любом сафаре, сафар она есть, говорит, Ибн Каим, рахма Аллах. Можно пользоваться. Можно пользоваться этим. Это более сильный мнение, говорит, Ибн Каим, рахма Аллах. Хоть харамный сафар, хоть халалный сафар, любом сафаре, если она расстояние есть, можно сокращать, и можно укорачивать. Второй вопрос, если она имеет в виду, она в другом городе живет, когда муж, например, на несколько дней к мужу едет, если мужа дом в другом городе, к ней пошла, там будет жить она, например, месяц, 10 дней, или сколько она там жит, считается ли это дни сафара. Если мужа дом есть, и дома живет, там она живет, тогда сафар, конечно, там закончится ее. А как только доедет. Да, как только доедет, сафар закончится. Если она едет к нему в тюрьму, да, пока она домой не вернется, это считается сафар. Аллаху алям. Можно совет единственное, что дать, чтобы без махрама, конечно, не ехало. Без махрама харам ехал. Кроме как необходимые сафары есть, которые разрешены. Из этого ответы бывают индивидуально каждому человеку. В общем, запрещено. Харам сафар делать. А так каждую стату отдельно рассматривают. Да, и какой сафар, для чего, например, хиджру делать, без махрама разрешено, даже вожеб, если нет махрама даже. А так, из этого каждый сафар надо индивидуально, а так общим хукму запрещено без махрама сафар делать. Валлаху Айлам.